Особенности национального общепита. Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский призвал пресечь в Москве оборот шаурмы. В этих ларьках чаще всего работают случайные люди. У них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте. Пытаться их контролировать бесполезно. Нужно вообще запретить продавать шаурму в Москве, чтобы снизить число отравлений в столице. Конечно, удивительно, что Владимир Вольфович Жириновский призывает запретить шаурму лишь в Москве, а в Сызрани или Царево-Кокшайске не призывает. Владимир Вольфович политик, если не всемирно-глобального, то уж точно федерального уровня. И странно ему ограничивать свои стремления местным самоуправлением. Если уж запрещать, то от Лебавы до Владивостока. К тому же и предложение Жириновского основано на его опыте тюрколога. Именно такова была университетская специализация лидера ЛДПР. Тут его опыт согласуется с опытом Марка Твена в повести «Простаки за границей», так описывавшего «Стамбульский общепит». Я один раз пытался позавтракать по-турецки, и второго такого завтрака мне уже до самой смерти не захочется. Повар нанизал колбасу на проволоку и положил ее на жаровню. Когда блюдо было готово, он отложил его в сторонку, но тут вошел печальный задумчивый пес и ухватил кусок. Впрочем, сперва он обнюхал Жаркоя и верно признал в нем покойного друга. Повар отобрал мясо у пса и подал его нам. Турецкий завтрак, без сомнения, хорош, но не лишен некоторых недостатков. А поскольку будущий лидер ЛДПР, пребывая в Турции, за торговлю советской символикой был заключен в семибашенный замок или какое иное место лишения свободы, его взглядам на процесс приготовления шаурмы вполне можно доверять. В отличие от сурового Жириновского, Владимир Владимирович Путин при устроении русско-турецких гастрономических отношений придерживается завета, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочнее. На авиасалоне «Макс-2019» в процессе объятий с турецким вождем Эрдоганом российский вождь решил угостить его ванильным мороженым коровка из кореновки. Щедро расплатившись пятитысячной купюрой, Владимир Владимирович Путин сказал, что сдачи не надо, а надо отдать ее в пользу оса Авиахима. Но если президент Российской Федерации был сама любезность, то не такова была мороженщица. Эрдоган, не привыкший есть десерт совсем по-простецки, попросил ложечку, на что работница торговли смело отвечала ему «Нет, так кусайте». Бедный турка понял, что здесь вам не тут, и стал кусать. Еще хорошо, что Путин не привез Эрдогана к магазину, торгующему крепкими напитками. Иначе, когда Эрдоган попросил бы граненый стакан, работница прилавка указала бы ему «Пей из горла». Впрочем, затем мороженщица, осознав свое невежество, таинственно исчезла, и больше ее никто не видел. Александр Григорьевич Лукашенко также попробовал спаять белорусско-американские отношения любовью. Прощаясь с посетившим Минск, советником президента США по национальной безопасности Болтоном, он вручил ему разнообразные дары. Для передачи президенту Трампа Лукашенко выбрал кортик, и Трамп теперь может являться на публике в образе звонкого морского офицера. Супруге его Миланье, традиционно настроенный Александр Григорьевич, передал скатерть с салфетками из белорусского льна, пояснив «это женское». Теперь супруга может устраивать щедрые застолья, как на Миланину свадьбу. Самому же Болтону Лукашенко со словами «Лейсь, песнь моя, любимая, буль-буль-буль, бутылочка бульбашного вина» вручил бутылку редкостной водки президент. Драгоценная влага не продается в магазинах, и отведать ее распивочно можно только за президентским столом, а на вынос лишь самым дорогим гостям. Чудесное свойство водки в том, что от нее не бывает похмелья, и вне зависимости от количества выпитого, утром голова от нее светлая из-за чистоты воды и спирта. За это ее очень ценит генсек ООН Антонио Мануэл де Оливейро Гутереш. А чтобы советнику по нацбезопасности сподручнее было скоротать неблизкий путь через океан, Лукашенко снабдил его портативной закуской в виде диетического шоколада без сахара. Приземлившись в Вашингтоне, Болтон веселыми ногами сразу отправился вручать Трампу кортик. Путин и ночные гиппопотамы, беспилотный гроб и лошадиное озеро. Владимир Владимирович Путин, спокойно тренируя свою команду, принял участие в организованном в Крыму мотоклубом «Ночные волки» международном мотоциклетном представлении «Тень Вавилона». Сам Путин управлял тяжелым мотоциклом «Урал». За президентом восседал в Рио губернатора Севастополя Развожаев, а в мотоколяске находился крымский начальник Аксенов. Оберволк Залдостанов особо отметил превосходные качества мотоцикловожатого, среди которых были не только лихость, кураж и молодость, но и большое искусство. Для того, чтобы подняться на мотоцикле в гору, да еще и с двумя пассажирами, каждый из которых весит в два раза больше, чем водитель, надо иметь высокое мастерство управления мотоциклом. Это даже не очень просто для человека с большим опытом. Восхищение Залдостанова открывшейся картиной «Ты лети, с дороги птица, зверь с дороги уходи, то не облако клубится, Путин мчится впереди» понятно. Вместе с тем, изобразив Развожаева и Аксенова какими-то ночными гиппопотамами, весом каждой в полтора центнера, вожак ночных волков несколько погрешил против истины. Крымские начальники, положим, широкие в кости, но болезненной тучностью отнюдь не отличаются. Что же касается Аксенова, то при гонках мотоциклов с колясками член экипажа, сидящий в люльке, как раз использует свой вес, отклоняясь на виражах то влево, то вправо, чтобы не получилось описанное Лесковым «кувыр коллегия». Впрочем, и без залдостановских гипербол зрелище мотоцикла «Урал», который был рожден у бойкого народа, было и впечатляющим, и символическим. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель. Не молния ли это сброшенной с неба? Что значит, это наводящее ужас движения? Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванной в куски воздух. Летит мимо все, что не есть на земле. И, косясь, постараниваются и дают дорогу другие народы и государства. Беспилотную конструкцию на линии птицы-тройки. И вон она понеслась, понеслась, понеслась. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Создали и в Сибири молодые инноваторы. Они разработали движущийся без участия живого человека беспилотный катафалк на базе автомобиля «Лада Калина». Погребальная колесница может развивать скорость до 5 км в час. Такое ограничение скорости по замыслу сибирских студентов объясняется как специфическим торжественно-траурным характером движения колесницы, так, вероятно, и опытом эксплуатации беспилотных изделий, норовящих заехать черт знает куда, что при большой скорости опасно. С осторожными студентами, однако, не согласились эксперты национально-технической инициативы «Автонет» и вернули проект «Катафалка» на доработку. Эксперты «Автонета» надеются, что авторы проекта сумеют увеличить расчетную крейсерскую скорость машины, для чего они готовы предложить разработчикам консультацию высококлассных специалистов в области автоматизированного транспорта. Такое желание увидеть, как траурный экипаж без водителя эдаким чертом проносится по дорогам, вероятно, связано с тем, что Минпромторг Российской Федерации разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей, следовательно, и «Катафалков». Концепция до 21 августа сего года пройдет антикоррупционную экспертизу. Без этого нельзя. А до 29 августа будет всенародное обсуждение. Тут и «Автонет» подсуетился. Когда Минпромторг введет концепцию в действие, задумка сибирских инноваторов обретет высокотехнологичные черты, описанные в малороссийской повести «Вий». Наконец, гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Но не следует обращать внимание лишь на странные и таинственные явления природы и общественной жизни. Есть и события, безусловно, радостные. Гражданская активистка Любовь Соболь прекратила голодовку и возродилась к жизни совершенно как в оптимистической песне еще советского времени. И в этот трудный час за каждого из нас доктор Хайдер, доктор Хайдер, доктор Хайдер снова начал есть. Покушев, Любовь Соболь призвала всех проголосовать за самого сильного кандидата, способного победить поганого единоросса в своей округе, явно вдохновляясь концовкой слова о полку Игореве. Слава всем, кто не жалея сил, за христиан полки поганых бил. Очевидно, в новой программе освободительных сил Сергей Семенович Собянин предстает в образе половецкого хана Кончака. Но, может быть, он и собака Калин-царь. Странно ограничивать цель стремлений. Однако деве-богатырке поревновала кандидат в президенты Ксения Собчак с ее неизменным девизом «Собчак против». И две задорные бабоньки вступили в словесную расприю. Фии! Она участвовала в выборах президента. Фии! Почему, Любовь, вы продолжаете вести дискуссию на таком уровне? Спрашивала Ксения Собчак, а Любовь Соболь отмечала. Сходство физиономическое. С таким двуличным человеком лично мне неприятно. Ширма, притворство и лицемерие. Портретное сходство действительно есть. Совершенно как у заколдованной злым гением Адеттой и духовной дочерью злого гения Адилии в знаменитом балете Петра Ильича Чайковского. К сожалению, Петр Ильич не писал в синтетическом жанре, когда герои и поют, и пляшут. Но при современном развитии театрального искусства это дело поправимое. Знаменитый режиссер Богомолов пока не отметился в жанре режопера. Но чего же ему не попробовать себя на новом поприще, представив действо, кульминацией которого будет музыкальная перебранка Адетты и Адилии, а в дивертисменте кардебалет исполнит танец маленьких соболей. Спектакль «Лошадиное озеро» будет несомненно пользоваться бешеным успехом. Продолжение следует...